Привет, друзья! Вы находитесь на видеоблоге Леонида Егорова «Реальный культуризм». Сегодня пятница, 25 марта 2016 года. И сегодня я хочу представить очередной ролик моего обучающего и самого большого направления, которое называется «упражнение». Я сегодня хочу представить упражнение, распространенное в залах, но о котором есть что сказать. Сегодня я вам представляю упражнение «Вертикальная тяга узким хватом». Классически такая тяга будет называться «Тяга от верхнего блока узким хватом». Я хочу представлением этого упражнения завершить цикл упражнений, которые выполняются на тренажере с вертикальной тягой с фиксацией туловища. На этом тренажере я уже вам представлял упражнение для пресса, вот в этом ролике. Также я вам представлял тягу вертикальную для мышц спины, вот в этом ролике. Представлял также и вертикальную тягу, как разминочное упражнение для упражнения для плеч, подтягивания широким хватом за голову. Вот это упражнение. Ну и также вы о том упражнении, которое я вам сегодня буду представлять, уже знаете. Я вам его представлял, но я представлял в качестве разминочного упражнения к базовому упражнению, самому эффективному упражнению для развития мышц рук, подтягивания на перекладине узким хватом. Казалось бы, раз я вам представлял это упражнение, то зачем же его представлять опять? А нет, я уже вам его представлю как отдельно выполняемое упражнение, которое я периодически ввожу в свой тренинг. Вот я вам схематично напомню, о каком упражнении идет речь. Вот в ролике вот этом вы можете посмотреть, какие мышцы, где расположены и где крепятся, которые используются в этом упражнении, которые развиваются в этом упражнении. А пока я вам его представлю на тренажере. Итак, ну классическое выполнение этого упражнения происходит с лямками. Вот у меня как раз есть предлог показать свои лямки, которые я вам представлял в ролике, вот в этом, как самые удобные лямки. И эти лямки уже за, ну уже за месяц испытаны. И я подтверждаю, что они действительно самые удобные. Вы помните, что у меня была проблема с щелкающим так называемым пальцем. То есть, когда вот этот палец, вот утром просыпаешься, он защелкнет. И надо с усилием, и с болью его надо было разжимать. От этой проблемы я избавился. Обычно от этой проблемы избавляются оперативным путем. Это вам скажет любой хирург. Это наиболее частое обращение к хирургу. И наиболее частое его участие. Но лишь изменив конструкцию лямок, эта проблема меньше, чем за месяц исчезла. А она мучила очень сильно. Вот смотрите, вот насколько удобно одевать лямку. И уже лямка готова. И готова вторая. И смотрите, они уже подкручены. Итак, мы берем прямую перекладину. И берем хватом, который нам удобен. Этот хват может быть средний или уже среднего. Вот уже среднего и будет узкий хват. Вот я часто выполняю вот такие хваты. Вот так я выполняю это упражнение. Ну, это я выполняю подводящий подход. Вот так же подводящие подходы я могу выполнять, изменив хват на обратный. Вот мне часто спрашивают, а каким хватом лучше? Ребята, делайте тем хватом, который удобней. Ведь удобство вам добавляет приличной эффективности. Ну, по моему опыту, это процентов 15. Вот так я могу выполнять. И это подводящий подход. Почему я говорю, что я так выполняю? Подводящий подход. Но только подводящие подходы я выполняю в достаточно полную амплитуду. Ну, примерно в классическом варианте. Если же мне надо сконцентрировать нагрузку, а нагрузка ложится вот на вот эту часть, трицепс, вот длинная головка, и ложится на вот эту часть. Максимум нагрузки в этом упражнении. Я уже вам как-то показывал, что вот в таком положении нашей нагрузки, вот как раз нагрузка максимальна, максимальна. И прикладывается она к среднюю часть длинной головки трицепса. Вот в эту часть. Вот эта часть, она у нас уже загружена в упражнениях в тягах на клоне. И загружена капиталь. А уже выстроить вот эту линию, вот эту часть, которая и дает максимальную высоту нашего бицепса, вот как раз на нее я воздействую вот в этом упражнении. Это упражнение, оно не только носит разминочный характер до выполнения подтягиваний на перекладине. Это упражнение еще концентрирует нагрузку. И концентрирует уже необычно, непривычно нагрузку. Я уже говорил, что вертикальная тяга, хотя и имитирует вектор нагрузки при подтягиваниях, но мы фиксируем туловище и подтягиваем руками к нам вес. Наоборот. А это уже менее природно. То есть я могу сказать, что это упражнение воздействует на руки менее эффективно, чем подтягивания на перекладине. Но организовать акцент нагрузки, концентрацию нагрузки на длинную головку трицепса здесь удобней. Почему я так говорю? Вот смотрите. Выполнив подводящие подходы и выйдя на очень большой вес, я могу выполнять вот в таком диапазоне, возле максимума нагрузки. Но я выполняю сейчас часто, а если вес приличный, то с фиксацией отпускаю, с фиксацией отпускаю, с фиксацией отпускаю. И эта концентрация нагрузки очень чувствуется хорошо именно на среднюю часть длинной головки. Но я периодически и меняю рукоятку на рукоятку для параллельного хвата. Для параллельного хвата. Узкого, конечно. Вот на вот такую. И тем самым мне становится удобней выполнять это упражнение. Но это дело привычки. Для меня удобнее. Для вас может быть прямой хват удобнее. Обратный. С более толстыми ручками. У нас есть такие рукоятки. Мне удобны эти ручки. Почему? Потому что я с такими ручками выполняю упражнения для мышц пресса. Здесь же. То есть выполнение упражнения базовые подходы. Выглядят вот так. Частенько я отклоняюсь. Вот так выполняю. Ребята, вот когда вы используете очень большой вес, а когда вы выполняете в таком малоамплитудном стиле, то вес здесь приличный. Ну вот я еще кладу две гантели по 20 килограмм. только в таком случае мне комфортно выполнять укладывая это движение в 8-10 повторов. но так как вес большой зачастую не выдерживает трос такую нагрузку. И вот эта каска она здесь мы ее повесили не просто так. Когда подходишь и видишь каску ты сразу смотришь в каком состоянии трос. А это очень важно. конечно же мы ее не одеваем при выполнении но эта каска она хорошее напоминание что трос может разорваться крепление может разорваться и при выполнении вертикальной тяги ваша рукоятка может полететь в лучшем случае в вашу голову с волосами а в худшем случае в такую мою бритую голову. А вы видите что бритая голова она в шрамах и не просто так. Вот за мой примерно почти 40 летний опыт тренировочный а точнее это 37 лет да на моей памяти где-то 3-4 раза при моем выполнении рвался трос и рукоятка летела в лучшем случае к груди а в худшем случае летела в голову и в нос вот в этот треугольник а это очень опасно поэтому ребята вот этот момент учтите для нас безопасность важнее всего но это я вам говорю практически то что вам известно в таком разрезе это упражнение обычно практически везде наверное освещается я когда готовился к съемке этого ролика я не смотрел что в интернете как представляется упражнение и не смотрел как представляется вот в трех источниках джуэйдеровских нет но я хочу сказать что так как тренинг в натуральном культуризме дожил учитывать долголетие тренировочное а натуральный культуризм предполагает тренировки всю жизнь вот там и уделяется большое внимание состоянию здоровья состоянию скелета конечно скелет подвержен обычному возрастному износу все мы об этом знаем даже если вас позвоночник не беспокоит то поверьте у вас там уже с десяток грыж есть разного размера они как правило если вы не чувствуете эти грыжи вас и не беспокоят но возрастной износ всегда есть всегда истончаются диски особенно в нашем тренировочном процессе поэтому декомпрессия позвоночника она очень важна при малейшем дискомфорте в плече вы должны изменить ваш тренинг для того чтобы этот дискомфорт исчез вот как раз вот это упражнение я и применяю если чувствую дискомфорт при подтягиваниях я тогда подтягивания исключаю и выполняю упражнение может это моя индивидуальная специфика но несколько другое изменение нагрузки несколько другая нагрузка она приводит к тому что я избавляюсь от этого дискомфорта видно эта нагрузка ложится в плечевом суставе где-то рядышком издалека где-то там некомфортного положения какой-то связочки и туда притекает кровь и эта связочка она заживает поэтому в этот момент учтите далее очень важно когда я выполняю упражнение на перекладине позвоночник когда мы цепляем груз конечно он вытягивается но вытягивается при выполнении вертикальной тяги лучше поверьте мне если вы ставите это упражнение в конце тренировки декомпрессия достаточно эффективна ну и в заключение я хочу сказать что с возрастом я все чаще для профилактики для декомпрессии позвоночника в конце тренировки кроме тех приемов о которых я говорил вам ранее при представлении других упражнений я также выполняю упражнения для пресса на вертикальной тяги вот с такими рукоятками как я вам показал конечно же при этом цепляя большой вес и стараясь потрясти позвоночник но это приблизительно вот так вот выглядит вот как раз вот это упражнение для пресса вот в таком выполнении вот фиксируем вот как раз фиксируем положение наших плечей плечевых костей в положении где максимальная нагрузка в исходном положении и производим сокращение вот предвигаем очевидный отросток к нашей лобковой кости а потом расправляем предвигаем расправляем и уже в самом конце выполняем последний подход мы статически фиксируем наши плечевые кости и потряхиваем в таком положении поворачиваем наш позвоночник при этом если вы выполняли тягу узким хватом для мышц рук то догружается уже статической малодинамической нагрузкой наши вот это наши длинные головки трицепса и так ребята вы видите что как не банально выглядит это упражнение оно в нашем тренинге где я выполняю за тренировку всего лишь три четыре упражнения имеет место а раз так то это упражнение можно хоть и со второго эшелона но отнести к тому тем упражнениям которые составляют основной рисунок нашего тренинга это упражнение уже предваряет различные бантики то что называется бантики и рюшечки в культуризме то есть то что является какими-то тонкостями каким-то ну наслоением на основной орнамент рисунок тренинга и далее конечно же я вам буду говорить уже об упражнениях которые более узко воздействуют которые могут иметь какую-то там особенность какой-то секрет конечно чаще это будет уже происходить на сайте который надеюсь в ближайшее время уже будет то есть мой IT-партнер обещает что этот ресурс будет необычный непривычный для интернета ну надо подождать учитывая что должен быть этот ресурс уникальный я с удовольствием ожидаю а готовясь к этому я готовлю и архив комментариев конечно поэтому ребята пока заходите читайте мои ответы на ваши вопросы в комментариях они постоянно появляются и вопросы ваши по прежнему интересны и так до следующего ролика до следующей встречи будьте сильны и здоровы друзья пока